Друзья, всех приветствую на предпоследней торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал Амаркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Также снова напоминаю, что в описании к этому ролику вы сможете найти ссылку на наш официальный телеграм-канал Амаркетс, где на ежедневной основе мы постим большое количество аналитического контента, причем готовы принимать даже заявки с вашей стороны. На что стоит сделать упор, какие инструменты добавить. Как вы наверняка знаете, мы расширили линейку акций, торговых инструментов на 190 штук. Соответственно, большое количество активов, это больше возможностей, которые локально можно использовать. Соответственно, те посты, которые касаются отдельных корпоративных историй, фондовых инструментов, их будет все больше, потому что мы хотим, друзья, чтобы вы охватывали весь информационный фон и имели представление о происходящем в компаниях, непосредственно по регионам, экономикам, в отношении сырьевых инструментов, облигаций и так далее. Наша основная задача – это добиться того, чтобы, находясь в одном канале, в данном случае канале Амаркетс, вы получали все необходимое для анализа финансовых рынков и, конечно же, принятия инвестиционных решений. Ну что ж, давайте к сегодняшней торговой сессии. Большое количество событий. Во-первых, сегодня у нас заседание ОПЕК. Далее мы переключим свое внимание на американский рынок труда в 15.15. По московскому времени выйдет отчет EDP. Обычно, когда мы говорим о неделе, на которую выпадает статистика по рынку труда США, Non-Farm Perils, обычно EDP опубликуют в среду. Но из-за выходного дня в понедельник, в США Дня памяти, публикация отчетов поехала ровно на одни сутки вперед. Поэтому сегодня мы с вами будем разбирать EDP, а завтра уже сразу официальные данные по количеству новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора и уровню безработицы. Конечно же, по прогнозам, если судить, нас ожидают хорошие цифры и, по идее, они должны стать фактором поддержки для курса американского доллара. И в частности, американская валюта сейчас действительно растет, если говорить об индексе доллара, а 102.55 пунктов в моменте мы видим. Но если вы помните, я надеюсь, что вы помните, мы как раз сами предположили буквально несколько дней назад, что до заседания американского регулятора, который состоится в середине этого месяца, индекс доллара будет двигаться в диапазоне 101-103 пункта. Сейчас именно так оно и происходит. Конечно же, было бы неплохо, если индекс доллара набрал высоту еще до самого события, но я считаю, что это маловероятно и особо не расстроюсь, потому что мой системный подход, который я вам озвучил, предполагает, что всему свое время и в данном случае индекс доллара может расти и будет расти после того, как американский регулятор уже перестанет ходить вокруг да около и анонсирует вот это повышение процентной ставки на 50 байсных пунктов, как, собственно, и начало сокращения баланса. Повторяю, друзья, то, что встреча, которая прошла на наивысшем уровне, это министр финансов, глава Федрезерва и президент США, то есть эта встреча, которая состоялась во вторник, подтвердила, что Байден не намерен вмешиваться в текущую ситуацию по регулированию цен, то есть по борьбе с инфляцией. Фактически Байден дал и дал зеленый свет и, соответственно, предоставил все возможности задействовать имеющийся инструмент американского регулятора для того, чтобы остановить рост цен, который продолжается, который очень сильно нервирует всех американцев, а, соответственно, плохое на стране американцев, это всегда ассоциации с крайне неправильным курсом действующей администрации партии власти, в данном случае демократы и лично Байдена. Поэтому, ну, понятно, почему Байден так сильно переживает, что если ситуация дальше выйдет из-под контроля, то демократы не смогут сохранить за собой власть. В любом случае, поскольку у Федрезерва теперь развязанные руки, это трейдеры расценили как ястребиный сигнал, поэтому многие готовятся, друзья, даже к тому, что ФРС в июне повысит ставку не на 50 базисных пунктов, а выше. Хотя я, признаться, не разделяю такой сценарий. Думаю, что решение будет все-таки повышение ставки на 50 базисных пунктов и не выше. Этого будет достаточно, чтобы сейчас попробовать как-то остановить рост индекса потребительских цен. Поэтому я, как вы наверняка знаете, по индексу доллара смотрю только лишь вверх, жду подходящий момент фундаментальный, который толкнет индекс американской валюты, но жду не для того, чтобы открыть сделку. Я уже длинная позиция, и индекс доллара это всегда инструмент, который находится в портфеле, когда у трейдера есть конкретная фундаментальная позиция и уверенность в том, что этот актив должен повести себя так, а не иначе. Кстати, вчера еще вышел отчет по ISM производственного сектора, хорошие цифры, 56,1, рост 55,4, еще один аргумент в пользу того, чтобы американская валюта росла дальше. И несколько комментариев представителей американского регулятора Булларда, Дели и Баркина, которые снова выступили за необходимость скорейшего повышения ставки до нейтральных значений, которые, по мнению экспертов, находятся сейчас в районе 2,5-2,75%. По другим финансовым активам европейская валюта 1,0654. Скорректировались мы с практически сопротивление 1,08. Евро мы с вами жартим, и я жду снижения евро и дальше. Потому что отчет по инфляции, который вышел два дня назад, сообщивший о росте индексопотребительских цен до рекордных показателей 8,1%, это только лишь начало. Потому что повышение цен на топливо, как следствие роста цен на нефть, приведет к повышению тарифов на электроэнергию. И это очень сильно повлияет на общую экономическую ситуацию. Мы об этом тоже уже очень много раз говорили. И априори на такой среде энергетической индекс потребительских цен будет расти. Поэтому согласен с теми, кто ожидает инфляцию в еврозоне в районе 10% как минимум. Повышение процентной ставки уже заложено в цену. Все ждут ее поднятия до нулевой отметки. Но при этом проводят параллели с действием американского регулятора и понимают, что когда ставка ВЦБ будет 0%, в США ставка ФРС уже будет 2,5%. Очевидный контраст, который будет повышать привлекательности доллара, поскольку доллар будет связующим мостом между кэшем и ликвидностью, которая имеется у инвесторов, и американскими облигациями, в которые можно будет вложиться, только если у инвесторов будут доллары. Отсюда такая ставка на дальнейшее укрепление американской валюты против евро. Рынок нефти 114-19 долларов за баррель. Я по-прежнему, друзья, жду оптимальную точку входа, хотя понимаю, что даже текущий уровень это уже подарок, чтобы купить основу с целями 120 и выше. Но допускают, что может быть такая спекулятивная еще волна продаж до 111-110 долларов за баррель, и там уже можно будет выкупать. Интерес к нефти остается колоссальным, значительным. Отчет американской комиссии по торговле товарными фьючерсами в прошлой неделе показал, что общий спекулятивный лонг достиг 335 тысяч. Это многолетний максимум. Рост был с 325 тысяч. Рост продолжается 7 недель подряд. Сегодня заседание ОПЕК. Решений по росту нефтедобычи сверх определенных ранее лимитов точно не будет, поэтому на рынок нефти не повлияет неожиданный вброс дополнительного предложения, который будет направлен на решение проблемы дефицита. ОПЕК ничего этого не сделает, друзья, потому что ОПЕК сейчас в шоколаде получает сверхприбыль, которую у них есть возможность получать, в принципе ничего не делая. Очень активно в последние дни обсуждали слух о том, что ОПЕК планирует исключить Россию из организации ОПЕК-плюс аналитического пакта. Но это, скорее всего, слух, друзья. Информация, по крайней мере, точно сейчас не подтвердилась. И неоднократно, собственно, члены ОПЕК утверждали, что когда речь заходит о решении, которое предполагает увеличение либо снижение нефтедобычи, и когда речь заходит об обеспечении аналитической безопасности мира, политика остается за дверью. Поэтому, на мой взгляд, это подтверждает тот факт, что какой-то политический подтекст сейчас не будет вноситься как основа для принятия решения об исключении какого-нибудь члена, ну, в данном случае России. По другим инструментам австралийцы против доллара 0,7164 ждем по-прежнему роста. Американский фондовый рынок у меня в лангах, и я буду удерживать вплоть до 15 июня эту сделку, потом, скорее всего, развернусь. Доллар-канадец 1,2667. Мы вчера рассчитывали на повышение процентной ставки. Ставку, друзья, повысили до 1,5%, на 0,5%, но движения особо не было. Ну, то есть волатильность там плюс-минус 60 пунктов. Можете посмотреть, такая пила на графике. Поскольку в моменте мы не смогли получить профит на этом решении, я думаю, что нет смысла сидеть в этой паре дальше. Будут другие точки входа, обязательно подсвечу их и расскажу. И золото, как и раньше, держим ланговые сделки с прежними целями 1880-1890. Напоминаю, ждем сегодня отчет по рынку труда. ЭДП в 15-15 по московскому времени потенциально может поддержать позиции доллара, поскольку цифры будут неплохими. И в 17.00 данные по запасам нефти 100%. Снижение будет зафиксировано очередную неделю подряд в Штаты, как нефти, так и запасов, что может поддержать рост котировок нефти. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока!